Мы имеем право вам сделать добро. Нет, без меня нельзя. Вот мы и с вами делаем. Вот мы и с Батюшкой. Все, что Батюшке мы подарили, он принял с благодарностью. Он нам спецзаказ сделал. Ну и одновременно мы и вам. Мы разные с Батюшкой. Разные. Мы по мощам ездим, по монастырям, а я туда не езжу. А вы, а вы у нас, как бы сказать, нам все здесь сверх того, что мы умеем. У меня все есть, мне даже положить. А мы знаем, что он сказал, что у него все есть, положить некуда. А здесь нужно просто замена. Подожди, надо согласовать. Вот когда он был у отца Иоанна в Туле, и зашли в магазин. Он говорит, это отец Иоанн ко мне расположен. Вот это купили. Батюшка говорит, у него все есть, а не примет. А он посмотрел на этот плак. И говорит, вот это он примет. Он говорит, любит плак этот российский. А мы вам просто еще ниже, даже уровня этого. Даже ниже. Не могу, так не надо. Нет, мы вам просто предлагаем рубашки. У меня рубашки некуда девать. Это одна тепленькая. Подождите, подождите. Совсем прямо. Не возьму. У меня некуда девать. У меня только ночных три рубашки. Это там где я пять. Я сейчас посмотрел носки. У меня носков 25 пар. 25 пар носков. Конечно, все штопаны, не важно, но они хорошие. Ну зачем меня, это меня применительно будет. Найдите нуждающего. А кроме как вас, вот такие вот. Я не нуждаюсь. Ну зачем могу брать, когда не нуждаюсь. Батюшке уже отдали. Ну еще. Ну батюшка, батюшка. Батюшке размер другой. Давайте не навезут ему. Ну, можно кто-то потерять. Я не могу, у меня рубашки лежат. Понимаешь, это у меня выходные рубашки. В американские, которые ездил, они лежат пасхальные. У меня рубашек лежат. От этих костюмов у меня пять штук. Уже малой. У меня уже замечание делали, почему лаптяжку все носит. Некоторые сестры. Я не знаю, какой вы дали, такой ношу. А так кажется, покров мне новый сделала Лидия Павловна. Силина. Ну спину засунула. Не могу, понимаете, даже ложить некуда. У меня рубашки валяются. А можете подарить кому-нибудь? Вот подарите сами. Нет, вы. Нет, это мы баба. Чижой, я не прокладка. Не возьму. Я не возьму, сказал, не возьму. Не возьму некуда ложить. Вот сегодня давай, смотри. Мы сели за стол. Слушай, мы сейчас сели завтракать. Володя, у нас мелкая вот такая картошка нечищена. Это наше. Яйцо. А кто это подарил? Кто подарил? Яйцо куриное по одному. Дальше рыба. Второе. Людмила Степановна купила. Рыба хорошая. Это не все. Дальше мы начинаем перечислять. А вот это кто? Виноград кто? Жонора, Нина. Дальше. Еще что у нас там было? Не надо все перечислять. Подожди, подожди. Не надо. Вот это вот все. Твое. Твое там прислала лежит. Лепешка. Мы посчитали. Пять человек нам обеспечили завтрак. Да что, шестое свое. Это в уме или нет? Помидоры свои. Вы что из нас делаете-то? Идола какого-то? У меня вопрос. Давай. Вот, допоминать Сергея, Валерия. Александр кто такой? Какой? Вы сказали. Александр? А так к нам приезжал на свадьбу этого, ну в потерянку он недавно был, Сергей Бурдин. Бурдин диакон, афганец. Он там заболел, а потом Бог исцелил его. А у него отец, он благощитный, был в Красноярского края. Потом он принял монашество, схимонахом стал, и теперь он заболел. У него рак. И никакие уже обезборьящие не помогают. Батюшка позвонил, звонил. А этот Сергей Александрович, диакон, из Тюмени или откуда. А это его отец. Александр. Да, Александр. Я первый, самый тяжелый. Сергей парализованный. Валерий в Америке, Наташа муж. Ну и этот, этот. А Таташа у нас, Валентина, одна Валентина, три Валентина больные. Три Валентина. Валентина, какая помина? Маркитанова, которая, Шитикова. У нас есть, какого Валентина. Вот она еще, здоровая. Нина, ты домой поехала? А Шитикова что, что не понял? Она ничего, она все сожгла, и документов еще нет. И куда-то ушла бы. Ну там попало под влияние Авеля, есть же такой Семенов фамилия. Вон, всем бросайте паспорта, номера, он спасается эти. Как может быть пищать антихриста, когда антихриста еще нет? Неизвестно. Она не слушается. Я узнал окольными путями. А поехала здесь квартиру продала на Северо-Западной. На втором этаже была. И к отцу Геннадию пас. А потом с ним разошлась. С ним разошлась. Ну и все. Отец Геннадий пас в Бабакане, Хакасия. А я в ней был в этом, в Енисейске. Были у ней. А теперь она еще дальше завалила ее. Так, сестры, я прошу ничего за меня не делать. У меня все есть. Нельзя так. Понимаете, подарок это радость. А для меня это... Я сейчас приеду, мне некуда положить. Рядом лежит у меня там, где просто, и все забито. Я из-под матраса вытащил, я сплю на носках. 25 пар насчитал. Ну что, бумей меня. Ну, конечно, на дорогу голос никто не подберет. Но для меня это как раз... Сестры, вы мне хотите добрую делать насильно. Не получится. Спаси, спаси, соберите, мне постирать и завтра принесли. Понимаешь, мне легко так спать. Это я не хочу давать тебе. Это недолго. Не хочу. Она завтра принесла. Мне кажется, еще не сильно грязная. Володя, чтобы пришел, в субботу вот будет. Я не могу сказать. Вы православные, вы не можете на старых... На воскресенье уже принесу вам. Сейчас еще говорю. Мы православные, житя считаем. Вот, допустим, и они невеликие. Большого козла убили, голову отрезал, руки вот туда, в шкуру сырую залез и так и жил. Большого козла. Почему вы его не осуждаете, а меня осуждаете? Как Семен одевался? Ну, давайте посмотрим. Ну, примите меня за юродиевого. Они делают не то, что есть. Я делаю не то, что надо. Ну, Василий, все лето немедко. Я не пойму, почему это мне не разрешает быть юродиевым? Нормально. По деянию хотя бы. Главное, задают вопрос в интернете. А трусы у него починятые? А одеяло починят? Все в заплатках, и трусы, и все. Рубашку, Надежда Васильевна у меня увидела. Говорит, это 30 лет назад еще было. У меня две рубашки там лежат, одевается, и одна, и третья там лежит. И здесь у меня, кажется, даже не пять, а семь рубашек у меня. Давайте возьми восьмую. У меня положить некуда. Я на них сплю, просто под матрас кладу. А мой седает их за лето. Ну, сестры. Вам только тряпочки на заплаточке. А встиран, накормлен, на шатком своем тугрете, как в кресле. И ум мой блудом неисточен, по-прежнему острый. А сестры, накормлен, обстиран. У меня стихотворение такое есть. Да, есть. Для женщин всем благодарен и в досталь. Что мимо меня, не заметив, прошли. Взгинули лишь коса. Змеей струили щекосы. Занозы в них не вошел, и нечего того расширить. Вам мешает? А, хорошо? Так, давай, дружок.